я обращаюсь ко всем у нас теперь есть бусти в чатике появляется ссылка она в описании вы можете подписаться по разным тарификациям подписываться на бусти поддерживайте нас не стесняйтесь заказывайте видео предлагайте варианты задавайте вопросы спрашивать интересуйтесь не стесняйтесь наконец-то скандал с катюшиком получилось борис бояшинов здрасте это наша вторая беседа с виктором григорьевичем катюшиком катюшик не могу на выговорить фамилию нормально мнение как это альтернативного ученого до ученый который не в рамках вот этой вот официальной науки мысли правильно понимаю да здравствуйте это фишу я мысли в рамках научного метода или считаю что как бы мои взгляды они соответствуют ну скорее всего да затащил бы убедительные особенно если была публика это точно типа он лучше ума да он говорит просто лучше чем тут официальной науки той науки которая должна быть а вот все отклонения от логики от научного метода это так сказать временные трудности временные отклонения которые нашу науку преследуют аномалии простите по временное а как давно они случились отклонение как отклонение когда еще наука шла по правильному руслу до какого примерно девятнадцатый век она шла по правильному руслу со времен когда силовыми методами внедрили теорию относительности вот тогда пришлось маленько над наукой подозреваться с этого момента да да и причем по всем странам это по-разному осуществлялось у нас же образовательный контент по физике в разных учебниках в разных странах изложен по-разному например тоже при так они формулы тяготения в финских учебниках идет со знаком минус он стоит непосредственно перед формулы это ну да там потому что видимо и речь идет о векторе да там в невекторном виде это идет там просто показана формула тяготения сразу с минусом там с минусом очень интересная ситуация с этой формулой вот как бы отталкивать сейчас я еще один вопрос а вот уравнение максвелла это еще было правильно или уже неправильно я разбор поэтому не давал и попрошу туда пока меня не ну вот как раз как раз теория относительности всего методами штурмаки сбегали специальная теория относительности она появилась в тот момент когда потребовалось ну как бы то сказать то я бы сказал кто но на твиче такое не стоит привести в соответствие с жизнью вот эти вот уравнение максвелла и вот значит тут и потребовалось то что в разных системах отсчета скорость митромагнитных колебаний одна и та же вот и так вот дальше да господа это пока что крайнее видео на сегодня оно долгое длится 40 минут мы его досмотрим до конца но если вы хотите еще посмотреть заказывайте еще видеоролики по кончанию этому видео будет аукцион поэтому заказывайте видео активируйте функцию заказывайте что-нибудь на аукцион что оказалось что этим преобразованием удовлетворяет только одно из одной из разновидностей преобразования лоренца ну вот и пошло пошло поехал вот преобразование лоренца это полное нарушение логики это просто подтасовка ничего более ага понятно понятно это в принципе поэтому материал много статей написано значит в разных системах скорость света разная да со скоростью света у нас ситуация такая единственно возможный теоретически возможный вариант что у нас скорость света постоянно только в одной системе отчета это система отчета связанная со средним вектором перемещения масс что имеется ввиду средний вектор перемещения масс на вообще всех масс во вселенной да да ну что имеется ввиду вот если мы из какой-то точки во вселенной начнем отчеркивать так пока вроде все мирно пока как будто продолжение прошло и ну ладно есть продолжение прошло видео стороны лучом все направления да мы создадим такую фигуру объемную типа сферы которая будет состоять из разряженных тел ну объекта будет некая средняя скорость практически он будет покоится до относительно какой-то системе так вот относительно этой системы отчета система центра массы вселенной да так как понял это будет центром масс вселенной будут какие-то небольшие отклонения у этой системы потому что у нас все равно в рамках системы в рамках вселенной движение есть и на уровне галактик и на уровне скопления галактик но отдельно это движение от центра масса неподвижен но все равно строго говорить мы не можем за всю вселенную у нас какая-то часть выделенная область вселенной все равно будут я за всю вселенную не скажу какое-то небольшое смещение в какой же системе то скорость света постоянно в какой же именно то средний вектор перемещения масс но приближённая фраза перемещение масс за перемещение за какое время это уже детали там можно уточнить можно просто взять и написать перемещение у этих масс есть у каждой своей скорость и вот средний вектор перемещения масса они как масса там килограмма масса 2 килограмма это вот только поберем перемещение все на массу не умножаем масса переместился в армению стол вы разбили шары и оскар более на пять шар и секунду есть какой-то средний вектор перемещения масс правильно такой средний вектор перемещения масс я не скажу за всю вселенную вся вселенная очень велика но понял этого ну вот у вас одна масса допустим надо играть давайте у вас шара так масса шара масса всех планет масса всех объектов они на ранее было от вас масса одного шара хорошо средний вектор перемещения этого шара это что значит у него есть скорость какая-то понятно она кстати перемещает она кстати меняется во времени за какое перемещение вот вот коль средний вектор перемещения масс значит за какое время смысл в чем у вас все объекты вот допустим два шарика возьмем по одному килограмму мне не получается без и мандаринов нужны мандарины и яблочки тогда будет нормально вот видно вот прямо тяжело направим их разные стороны с одной скоростью из одной точки и вот центр масс и будет находиться в покое центр масс да вы сказали про средний вектор перемещения что-то перемещение он как раз относится он может находиться в покое а может двигаться правильно вот средний вектор перемещения за какое время вы сказали не не средняя скорость не средний вектор перемещения масс во вселенной не за какое-то время а в настоящий момент вот у нас скорость короче он вообще не оперирует по этим время то есть для него времени не существует движение совокупно для всех и потому что будущего нет объектов она для какого-то момента она константа в данный момент времени в следующий момент она будет изменена китик смотрите какой кошка котик тоже будет иметь констант я имею скорость постоянно да вот знаете почему он выбирает именно два шара потому что гойда любого муди потому что светится золотым объекта моментальная скорость она постоянно это инженерный такой момент у может не но вообще говоря моментальная скорость то что значит постоянно если тело движется с ускорением у него момент есть ускорение тоже ускорение есть но когда вы фиксируете скорость она конкретно в данный момент это константа хорошо но перемещение когда говорим про перемещение на же ускорение учитывать она учитывается в общей америки но когда вы берете моментальную скорость она потому и имеет название моментально так я поэтому вас и спросил про время вы сказали средний вектор перемещения перемещение это метры скорость это метров в секунду на какие секунды вы умножаете эту скорость чтобы получить перемещение и вот это объясните мне я по и пойдем дальше мы просто берем центр масс просто берем да не понятно то что не ясного то я уже все понял что бояшина втупит здесь связываемся с этим центром масс вот и все вы берете центр масс чего вселенной выделенной части расчетной может быть на части взяли центр масс так центр масс вы все-таки взяли не средний вектор перемещения масс вы взяли центр масс и дальше что с этим центром масс делаем по сути одно и то же Потому что у вас есть совокупность объектов, которые как-то движутся и куда-то совокупно движутся. У них есть общий вектор движения, да? Он связан с... Вектор движения — это скорость? Вам что непонятное понять не могу. Ты что, тупой, что ли? Ой, у меня аж на уши-таки разряжаются от такого. Непонятно? Я что понять не могу. Тупой, что ли? Так, идем дальше. Он так агрессивно говорит. У него реально внешность боксера. Я вам объяснил, как вам объяснил, давайте на трех объясню. На четырех, на петлю. Апельсин не хватает, мандарин. Нет, вектор движения — это скорость, размерность, я понял. Это перемещение. То есть это метры, да? Это перемещение в системе отчета. За какое время? За какое время перемещение? Давайте для вас просто возьмем центр массы, вам так лешу будет. Нет, ну вот, я не понял. Ну хорошо, центр массы, перемещение. Вы хотите просто заболтать тему. Я не хочу заболтать тему. Вы говорите про перемещение. Вы этим занимаетесь. За какое время перемещение? Он говорит, вы хотите заболтать. Я не уточнял время перемещения, когда уточню. Вот именно, вот уточните, пожалуйста, время перемещения. За какое время перемещение это центр массы перемещения? Я уточню время перемещения, мы с этим займемся. А сейчас не заболтать. Там же скорости есть. Ну, я не понял, а чем заняться-то? Боишься, просто путает, мешает. Мы просто решили с перемещением. А тут надо, оказывается, вот тут... Вы тралите или специально исполняете дискуссию? Я не травлю, просто я хочу понять. Троллить, троллить, троллить. Перемещение, размерность, какая перемещение? Размерность перемещения какая? Метры или что? Или метров в секунду? Как угодно. Давайте метры для вас сделаем, чтобы вам было больше. Давайте метры. Когда тела движутся с некими скоростями, причем с переменными. Это мгновенная скорость у них какая-то. Система отчета. Если у вас система отчета уже связана с центром АССР... Довел, довел. ...в рамках этой системы ничего не движется. Вам просто по-русски сказали, что вам надо взять... Нет, вы взяли отчета, пожалуйста, я что-то не понял. Вот вы взяли два шара, они поехали в разные состояния. Просто порвало, порвало. В разные стороны. Так раз относительно их центром АССР. Они не движутся, они же движутся, они от него удаляются. Нас не интересует, в данном случае движение шаров. Нам интересует... Мне посрать на твои шары. ...средний вектор для них. А он у нас поскольку... Средний вектор чего? Скорости перемещения? Перемещение центра масс. У нас покоится относительно... Все-таки перемещение центра масс, а не средний вектор перемещения масс. Вот это одно и то же. Средний вектор перемещения... А, вот мерность перемещения от двери для кровати твоей мамки. Вот же вектор, все-таки перемещение масс. Продолжайте. То есть вы говорите про... Чем занимались последние несколько минуты? Ты что, не записывал? Вы повлитворяли какие ваши любопытства или что? Ну, надо к физике прийти, перемещение. Вы говорите про скорость, то про метры, то про скорость, которая мгновенная какая-то. Давайте я не буду тогда говорить, там где-то термины, чтобы вас не отвлекать. Так не знаю, вы меня не отвлекаете, без терминов нам трудно. Так вот, есть средний вектор перемещения масс во Вселенной. Вот этого я не понимаю. За какое время перемещение? Есть средний вектор перемещения масс, который вы не понимаете. За какое время? Я не знаю, за какое время целью вектора перемещения. Ладно, давайте для вас центр масс обозначим. Сразу привяжем эту систему. Просто ординаты центра масс, да? Мы привязали систему уже к центру масс Вселенной. Относительно успокоящего центра масс, система отчета связана с центром масс. Вот относительно этого показателя, этой точки отчета, этой системы отчета, у нас скорость света постоянная. В других системах отчета скорость не может быть постоянная. Она другая, да? Чем это диктуется? Вот у нас есть совокупность всех, всей вещественной материи во Вселенной, частиц. Все частицы находятся в обращении друг от друга. В обращении? Не понял. В обращении? Ну, у нас частицы колеблются, совершают планетарное движение в рамках планетарной системы. Все частицы? Да. А вот, так сказать, протон прилетает... Сейчас, секундочку. Вот тот протон, который... Я не понимаю, вообще, какая система у Катющикова? То есть, что он... Что он вообще доказывает-то? В космических лучах прилетает к Земле. Он колеблется, что ли, вокруг чего-то? Конечно. А вокруг чего он колеблется? Вокруг... Вот планетарная система, представляете, где... Вокруг твоей мамки! Представляете? Потому что она как черная дыра! Вокруг... Вот это и есть диполь. В упрощенном понимании. Как у бесконечности может быть центр, и, понятно, не... Нет, не могу, типа, место, где был сингулярность до большого взрыва. Поль, вот протон это диполь? Я думаю, никто понять не может, Котик Боба. Любая частица диполь. Протон тоже диполь, да? Тоже диполь. Внутренняя сторона... А плюс есть минус у протона? Я вот не понимаю немножко. Ну... Давайте сразу не обо всем я пока... Не, ну все-таки про протон... Расскажу постепенно, а потом... Простите, пожалуйста, я должен понять просто... Блин, Боба Яшинов, молодец! Типа, помогите разобраться. Протон это диполь. Значит, у него есть положительный и есть отрицательный заряд у протона, да? Вы сейчас говорите про электрические заряды? В целом протон нейтрален или он все-таки электрически заряжен? Вы говорите про электрические заряды? Да, про протон я говорю, да. Вот вы говорите про электрические заряды. Да, а вы про какие? Диполь понятие более широкое. Оно может, например, про гравитационные заряды иметь место. То есть есть гравитационные отрицательные заряды, да, гравитационные? Нет, 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 нет. Нет? Нет. Я вам объясняю схему, что это любая частица, это планетарное движение. Иное теоретически невозможно. Никаких скорлупок у частиц нет. Хорошо, а вот вокруг чего вот этот протон движется, который прилетел из космоса? Планетарное движение, это вокруг чего там? Ну, в целом мне нравится, когда Бояшин таким занимается. Это круто, что он разволочает всякую вот эту вот ахинею с точки зрения обычной науки. Грамотно, хороший контент. Давайте по порядку. Давайте по порядку начинаем с протона. То есть при этом как бы это не какие-то великие дознания, это обычный курс университетской физики. Докончу мысль, а потом вы будете ее постигать. Ну, я просто, что кончать, если мы не можем ее никак начать? Планетарная модель протона. Что кончать, если мы не можем начать? Планетарная модель протона. У любой, вот любая частица какая есть. Протон мы взяли, протон. Хоть протон, хоть не протон. Давайте протон, да, протон. Я говорю фундаментально. Любая частица, она состоит из составных частей. Протон из чего состоит? Из кварков трех, нет? Я не вдаюсь в эти подробности, я вам объясняю принцип. Вас интересует протон. С каких частей состоит, пока неизвестно, да? Вы занимаетесь вводом детали в сторону. Я не детали в сторону, я хочу просто понять, есть ли протон. Дай мужику поговорить. Который движется вокруг чего-то. На самом деле он не вокруг чего-то не движется, да? Диполь не движется вокруг чего-то. Диполь обращается вокруг своего центра. Отыграли назад. Так, дальше. Кто отыграл? Это вы где-то чем-то занимаетесь и пытаетесь что-то наковыряться. Не внимательно слушали. Да я просто хочу понять. Хотя вроде бы на первой парте сидели. Давайте доканчивать мысль, переходить на второй вопрос. У вас есть там по протону, поставили галочку, отыграли назад. А какую галочку по протону поставили? Это вы можете что-то там путать, а я никуда не отыгрываю. Я говорю конкретно. Я тебе сказал. А что сказали-то? Повторите еще раз, что я чисто конкретно тебе сказал. Сказал вам то, что вы меня перебили, да, в том моменте. Повторите еще раз. Я продолжу свою мысль сначала. Давайте сначала, давайте. Все частицы, какие бы они там ни были, все атомы, это планетарная система. Иное строение невозможно. Все частицы, какие бы они ни были, это планетарная система. Да. Вот, например, атом водорода. Вот была такая планетарная модель атома Резефорда и планетарная модель атома Бора. По Катюшику нет притяжения А есть отталкивание или антигравитация Которую мы типа Воспринимаем как притяжение За счет равновесия суммы векторов Этого отталкивания У него есть свой термин для этого Приталкивания Надо вникать в это все Это сложно Каждая частичка Это есть вселенная Это понятно? Плоха тема Ускоренно двигался электрон А электрон ускоренно двигаясь Он должен излучать электромагнитные волны И терять свою энергию И достаточно быстро ее потерять И упасть на атомное ядро А он не падает То есть тут как-то планетарная модель Она в явном противоречии с фактами находилась Если про планетарную модель атома водорода Вот про планетарную модель протона Я не слышал просто Я поэтому и хотел его от вас узнать Про планетарную модель одного водорода Это мы в школе еще проходили У вас есть соображения Насчет Насчет, что что-то у вас не сходится А я вам говорю Что несмотря на все ваши соображения Оно движется и не излучает То есть электрон, который движется В атоме водорода вокруг ядра Он не излучает Как и положено, да? Вы можете мне дать Досказание Нет, я просто хочу понять Он излучает или не излучает То есть если он не излучает Значит и теория Максвелла неправильная Потому что из уравнения Максвелла Следует, что если заряд движется ускоренно А заряд, вращающийся по орбите Движется ускоренно Он должен излучать электромагнитные волны Терять энергию Если он не излучает Значит, тогда и уравнения Максвелла неверны Вы можете делать какие угодно выводы Понятно То есть для вас физика – это посторонняя вещь Продолжайте, пожалуйста Вы сейчас сказали Что для меня физика – это посторонняя Ну да, потому что эти аргументы физические Они вас не интересуют Там что там с электроном Электрона изучает любовь нам всем Сердечко Он планетарный и все Ну ладно Значит, уравнение Максвелла уже неправильное То есть физика развивалась правильным путем Только до уравнения Максвелла Максвелл уже все исказил Ясно Понимаете, в чем дела? Я показал на конкретных фактах Что неправильно, где неправильно, как неправильно Я это описал научным языком Опубликовал в рецензируемом журнале А мы в каком, если не секрет В каком журнале? Мы же в прошлый раз сказали, что читали мою статью Я читал при вашем Не, он не говорил, что читал статью Он сказал, что читал эту самую его диссертацию Или что там Написано в Вену Была какая-то статейка там, непонятно Да, понятно Вчера была хорошая статья, сегодня плохая Понятно Нет, нет, нет Я читал ее, какую-то статейку там Но я не понял, в каком журнале она была Да, ну ты ясно Так, мы пытались просто заболтать все Да не пытайся заболтать Я пытаюсь выяснить детальки Продолжайте, пожалуйста, про планетарные модели Мы детальки будем в рамках отдельной темы Предлагаю такой регламент Какой темы? Про планетарные модели протона? Вот, я продолжаю мысль Я пытаюсь объяснить про постоянство скорости света Если вы, пока я объясняю постоянство скорости света В какой системе будете 148 вопросов задавать, перебивать и так далее Я никогда не смогу рассказать А это было бы, наверное, интересно и вашим подписчикам и моим Слушаем мы вас Чем же постоянно Выдохните насчет Резерфорда и так далее Ну там, понимаете Выдохните насчет Резерфорда Господа, выдохнули насчет Резерфорда У вас мысли очень важны в голове Мы ценим важность ваших важных мыслей Давайте Ту мысль, она тоже может немножко важна Продолжайте, продолжайте Продолжайте Так вот Все частицы, какие бы они ни были Они имеют планетарное строение Внутреннее планетарное строение По-другому не важно Если это существенно для вашего доказательства То не совсем понятно Как они Что вокруг чего Внутри протона движется Планетарное строение Не, ну Бояршинов тоже как бы себя ведет Так себе То есть он перебивает Реально это сложно Под гнетом таких вопросов Выглядит убедительное И прочее Но с другой стороны Если у него есть теория И он ее как бы доказывал То он должен был на все Эти вопросы ответить Хотя бы для себя Со временем развитие науки Постепенно Кот даже бунтует У вас тоже кошки У меня тоже И у вас коты И у меня коты Вот кот Ландау пришел Загородил камеру одну Кот Ландау Куда ты лезешь? Ландау Со временем наука узнает Подробно Из чего состоит Эта планетарная система Детали Это какие-то развития туда Не хочет Не хочет У Бояршиного на руках сидеть Потому что Без внутреннего равновесия Существования Никакой частицы Невозможно Все частицы Возможно только На силовом равновесии По отношению к другу То есть как говорил Ленин Электрон не исчерпаем То есть электрон У него планетарное строение У того из чего Он состоит Планетарное строение У того из чего Состоят Те частицы Планетарное строение Не исчерпаем Вот И Это мощно В рамках модели Мы можем Это все себе Представить Как диполи Поскольку Любое планетарное Строение Оно представляет Из себя что Внутренние связи Более Сильные Внешняя связь Слабая На нее уходит Остат Так это у вас Наверное Нет Это не у меня Вот И В этом смысле У нас Любая материя Вещественная Представляет собой Такую совокупность Диполии Которые имеют Остаточные Поля свои И Это не у меня Это не у меня Он видимо С телефона вещает Тяжко Тяжко Пропало Что произошло Вы выключили камеру А так все нормально Сейчас попробую Вернуться Диполь какой-то Пролетел Там Ненужный В ненужный момент Пролетел Диполь Из космоса Да Я вас вижу Моя модель Спасибо Кто-то вам звонит Наверное С таким хорошим Человеком Собрался поговорить Человек Хоть и хороший Но Вреднючий Еще тот Вредина Да ладно Это вам Кажется Вы на себя Наговариваете Да Я добрый И пушистый Как котик Ну на самом деле Видите Я вредина Все Прицепился Там Что вокруг Чего Крутится Диполь Ты мне тут Напоминал Капчу Ну а я Все никак Не нравится И силы Это там Гравитационные Диполи И так далее Ну да Ну да Свободу Диполю Процессы Это не суть Не суть Не суть Вам не прыгать С вопроса на вопрос И вот есть у нас Любая Вещественная материя Представляет на себя Совокупность Диполи В общем понимаем Эти диполи В вашем понимании Так В общем понимании В общем В общен научном понимании Серьезно? Материя Вещественная Представляет Из себя Совокупность Диполи И это Вам должны были Преподавать В рамках физики И И нейтрино Диполь Это смешно Что он говорит Что в рамках физики Про Бояршинова Преподавать Его вы Из состава Всей материи Исключаете Я сейчас Разговариваю Не про нейтрино Дайте мне договорить Вещественная материя Он вроде вещественный Так Вот И это Происходит Такое обращение Это обращение Не может быть Рассогласован Решите обратиться Обращение силовых Единиц В рамках Вещественной материи Оно не может быть Рассогласован Иначе На это будет Тратиться энергия Постоянно Так вот Эти вот все Диполи Объединяющие Вещественную материю Они находятся В согласованном Движении В согласованном Обращении Это создает В свою очередь Перемещение Такое Мелкочастотное Базового поля Совокуп Которого мы видим Которое мы видим В своих проявлениях Сейчас я спрошу Что такое базовое поле Это что Электрическое поле Базовое Гравитационное поле Базовое Просто взаимодействие Земля-яблоко Или там Земля-Солнце Нам то же самое Рассматривает Только два яблока Спускают Из обращения Весь комплекс Взаимодействия Но в то же время Когда яблоко Падает На землю Оно находится Не только В тяготении земли Но и в тяготении Солнца Это поля Конкретно И остальные поля Земля тяготит Система Они тоже Постраняются На это Это совокуп Гравитационное поле Вот Поскольку для вас Это новость такая Не, но это еще было До Максвилла До 19 века Это еще 18 век Там так считалось Что вот Яблоко Очень близко к земле Находится Поэтому Ускорение Свободного падения Яблока На землю Гораздо больше Чем ускорение Свободного падения Яблока на солнце Или даже на луну Поэтому яблоко На землю И падает Да солнце Конечно влияет На него Но очень слабо Говорит Расстояние большое Там потому что Вот этот закон Всемирного тяготения Ньютона Который я так полагаю Вы не оспариваете Потому что И он до 19 века Появился Значит там Произведение масс Делить на Квадрат расстояния Между ними Там такая вещь Ну С Ньютоном Проблемы Там неверная версия Ньютона По тяготению Базовое поле Это поле Вокруг Василия Эпинова Верная версия Ломоносова Так И какая же версия Ломоносова была Чтоб я знал Ломоносов Отрицал версию Ньютона И есть письмо Элеру Где он Высмею Эту ньютоновскую версию И говорит Что верна Верная версия Приталкивания Это когда Приталкивание Приталкивание Это когда Приталкивание Ну Тикотение происходит Так пошло Короче Пошло От толчка Все Все пошло От толчка Толкание Маргинал Ты какаешь Толчок Это когда Все тела Во вселенной Друг от друга Отталкиваются Происходит Такое Распределение Масс Во вселенной И происходит Частное Совокупное Приталкивание А можно Можно спросить Вот Значит Яблоко Земля Отталкивает Получается Да Ну Что его К земле Приталкивает Давление От комплекса Ну вот Толчок Я философ Качок Вот комплекс Удаленных Объектов Вот например Солнце Оно ближе Очень близко И очень массивно Типа сортир То есть Оно сильнее Действует Чем яблоко Чем земля На яблоко Да Понимаешь Ты владеет Толчком Тут владеет Миром В чем дело Вы сейчас Находите В состоянии Не-не Я бы Я хочу Просто понять Значит Солнце Отталкивает Землю Да Вы находитесь В состоянии Лютого Удивления Для того Чтобы Вот Это просто Первый шок Просто мне Ответьте Солнце Отталкивает Землю Чтобы я понял Дошло Чтобы вы Поняли Есть только Один способ Это взять Привезти Привезти Интересуй Если До конца Видео Ничего Не Будет То Перейдем К Аукциону Поэтому Поддержите Стрим Стример Заказывайте Что-то Предлагайте Ваши Варианты Не Стесняйтесь Произведению Массы Обратно Профессиональное Расстояние Или нет Вот Именно этому Посвящена Моя работа Я подробно Все описал Ну вот Как формулку Не можете Изложить Так вот Сейчас Формулка Такая Что В результате Все Все равно Приходит Наша Общая Известная Ньютона В результате Все приходит К толчку А все-таки Сила Отталкивания Между Землей Солнцем Как-то Можно Вы находитесь В состоянии Лошади Изучающей Латынь Ваше имя Боцик Отдельно Частную Две силы Одна Отталкивает Землю От Солнца А вторая Приталкивает Землю К Солнцу А какая Сила Отталкивает Отталкивание Какова От внешнего Контура От комплекса Удаленных Объектов Она Приталкивает Землю К Солнцу Это сила А поскольку Две силы Обе Они единицы На Р-квадрат Результирующая Сила Единица На Р-квадрат И мы Это визуально Никак не можем Никак не можем Отличить Но вот Оно Приталкивает То есть Если там Где-то Далеко Далеко Вот эти Объекты Начнут Друг от друга Удаляться Ну например Альфа Центавра Она Где-то тут Одна из Ближайших Нам звезд Она перемещается И значит Это должно Влиять На Параметры Орбиты Земли Вот Все Вселенские Процессы Влияют На все Параметры Да Да Ну вот Ближе всего Ну все Выходит Находится В равновесии Типа не трогай И нормально будет Обрат Профессиональный Квадрат Ближе всего У нас Альфа Центавра Находится Да И она Должна Нас Если мы В сторону Альфа Центавры Находится Наши орбиты Она будет Вытягиваться Я кстати С Альфа Центавра Если что Наоборот Приплющиваться А в другую сторону Вытягиваться У вас Что-то как-то Это наблюдается У вас У вас Представление Маленько Извиняюсь За выражение Да Да Извиняюсь В чем страшно Некорректное Дело в чем Сейчас объясню ситуацию Дело в чем Тут такая Там даже не с гравитацией Проблема На уровне Много поколений Ученых Просто по умолчанию Выбрасывали Эти все взаимодействия Внешних тел Вы о них За свою карьеру Я так понимаю Первый раз слышите То естественно Никакого О земляк По работе С этими материалами Нет А смысл Заключается В следующем Что Тела в космосе В дальнем Ближнем Они могут быть расположены Хаотично Либо В рамках силового равновесия В рамках правового поля Так вот Силовое равновесие Получается только по одной версии По Ломоносовской А по Ломоносовской У нас происходит моментальный Обвал схлопывания системы В один большой коллапс И обрушение Тела падает на другую Не мешает схлопнуться Как раз движение Потому что есть закон Сохранения момента импульса По Ньютону И вот значит Они не падают Никак на друг На дружку Потому что Чем ближе Тем больше Это самое Отталкивание Ну как Сила Очень много Десятилетий Очень много Десятилетий Наивные ученые Именно так и думали А потом Мавышки ученые Ничего не понимают Кто-то нудный И такой Подробный Кстати говоря Вас очевидно поддержал Вас очевидно поддержал Рецензент Вашей статьи Он из какого был института Неизвестно Вот Так вот Я закончу мысль Пожалуйста Ну понятно Да Заканчивайте А потом про рецензента Скажете Да Хорошо Так вот Равновесие Выводит просто Бояршинов берет И выводит На чистую воду На силах притяжения В принципе Ни одна планетарная система На силах притяжения Двигаться не может Она В силах Ну тем не менее Классическая механика Утверждает Противоположное Вот Но она не рассчитывает Это равновесие Она пропускает Нет Механика говорит так Что при В системе Где между телами Действуют Только силы А обратно Профессиональный квадрат У расстояния Статическое равновесие Невозможно А вот в движении Она может Сохранять Какую В раке Если посчитать Вранье Чушь Бред Вращение силы Направлено На вывод Тела из равновесия Вот луна бы На прямом притяжении Никогда на орбите Не держалась Потому что Берем разницу сил Считаем И смотрим Луна улетает Либо падает на землю Нет Мы считали всегда И получалось Нет Нет Считали ускорение 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 Центробежное И все Друг другу компенсировалось Не 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 Абсолютно Да 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 Полная Безграмотная наивность Вот Вот Безграмотная наивность Парализовала Звенящая пошлость Механику С временем До наших дней Один только ломоносов Ваши рецензенты И вы Другой точки зрения Придерживаются А что если я прав А все остальные Не правы Как было В фарго сериале Помните Такой постер С рыбками Подробно В течение Десятилетия Проверяли Всех Кто мог В открытом доступе Гритер Асмутс Здравствуйте Приветствую вас В интернете Были большие дебаты Вы можете С этим ознакомиться А кто в дебат Зубки сломали Мы об этом Отдельно поговорим Сейчас я Закончу Мы Так вот Равновесие Луны Невозможно Потому что В системе Возникает При единичном Смещении Силы Направленные На вывод Это вот идет Тело По круговой орбите Луна такая Вокруг Земли Идет По круговой орбите И пушинка Падает на Луну И все И она Сила нарастает И ебнется просто Выброс Луны За грамки систем Еще одна Еще одна Аргумент Почему американцы Не были На Луне На выброс Луны Пожалуйста Все формулы Предъявлены Какая сила Нарастает На выброс Луны Разница Между Центробежной И центростремительной Между Гравитационной Но когда пушинка Упала на Луну Соответственно Она Внесла Свой вклад И в гравитационную Силу Он Держит Вся замену Рыбникова Да Никуда не денешься Вы слышали Интересный пациент Да я слышал Разница Разница Ну что там пушинки Без пушинки Запрещают вас переспрашивать Понятное дело Что вы что хотите Без пушинки Но тело Не может находиться В равновесии А для тех Я пушинка Кстар Без Апелляционного Утверждения Это доказанное Научными фактами Утверждения С теми вычислениями Формулами График Ну я Не видел Вот вы просто В это не верите Вот идите Посмотрите Кто с вами Дискутезно Что проиграл А в учебнике На этот счет Написана Одна большая Фальсификация Она называется Перепод Потенциальной Энергии В кинетическую Вот это Фальсификация Равновесие Описали Переходом Потенциальной Энергии В кинетическую А смысл Доключается в том Что Равновесие Ну вообще интересно Откуда такие люди Берутся То есть он же Наверное верит Ну понимает Что не Не специально Обманывает Но в это реально верит Типа как так Случается Что вот Кто-то в что Уверивает И начинает Канал заводить Разблачать Что-то там Этим самым Своими помидорами Крутить вокруг камеры Не равенство энергии Не равенство капусты Или бубликов Это равенство сил И считать надо силы Считать надо силы Для равновесия Посчитаны И там показано Что нету Никакого равенства сил Есть именно Ну сколько мы не считали Это все Все эти законы Я считаю Всемирного тяготения Вполне себе Работают В рамках Солнечной системы Безграмотности И желания Быть в центре внимания В рамках Звездной динамики Все работает И работает Только у Катюшек Это почему-то не работает Может Катюшек Неправильно считает Работает Через ускорение А может это Какой-то Васький С будущего мстит А вы не знаете Ускорение Свободного тела Свободного падения Получено через Прямое притяжение Или приталкивание Вы просто приняли на веру Что раз Ньютон сказал Мы веруем Что сказал Ньютон То есть вот Если мы будем Пользоваться Ньютоновской механикой Мы не сможем Правильно вычислять Орбиты планеты Орбиты спутников Я правильно вас понял? Вы можете вычислять Формулу Она получается одна И для приталкивания Ах вот как Да Только у Ньютона Есть минус В формуле Без него яблоко На Землю не падает Оно в космос Дальний улетает У нас есть Но там Я поясню Для публики Там есть формула Такая Н Направление Вдоль вот этой Р Вот понимаете Если Вектор Р Делить на модуль Р И тут минус Вот смотрите Если вы Просто подошли К забору И умножили Какую-то Формулу На минус единицу И не можете Сказать Научным языком Что это вы умножили На минус единицу Эту формулу На минус единицу Мы умножили формулу Потому что там стоит Радиус Радиус вектор Который направлен За Да это самое На эмоции Давай не закачивайте Ну что уже время пришло Вы уже наелись Да нет Мы не наелись Просто слушаем вас Усиленно слушаем Вот тогда слушайтесь Идите Раз не наелись Вы не верите вас перебивать Не верите вас спрашивать Ну вообще-то говоря Такой формат Есть у вас На вашем канале Вы можете Сами там лекции читать А тут у нас Именно общение А вы от него Уклоняетесь Нет Это потом Это в другой раз Это в следующей жизни Вы не угодные Для вас факты Пытаетесь заболтать Я не заболтаю Я просто спрашиваю вас А вы не можете Ваши слушатели Вы уводите в сторону разговор В какую сторону А с какого направления Я увожу Вам надо поболтать О чем угодно Но не по сути Ну понятно По сути что скажете По сути Вы спросили Про строение Вселенной Я вам рассказал Да господа Заказывайте видео Прилагайте вариант Четыре минуты До конца осталось Пока что это крайнее видео И после него Мы ведем к аукциону Но если вы что-то закажете То мы посмотрим Сидим за последнего Заказанного видосика Потом устраиваем аукцион За 700 рублей Выпью за ваше здоровье Не стесняйтесь Поддерживайте стрим Стример Поддерживайте канал Это важно Это помогает выживать Нет я вас просил Про сначала Про перемещение Центра Вектор Перемещения Центра Я вас просил За какое время Время перемещения Какой системе Отстаньте Вы ничего не понимаете Вы забалтываете Какой системе отчета У нас Скорость света Постоянная Я пытаюсь объяснить Фистическое Вы пытаетесь объяснить В системе Центра масс Понятно Экспериментально Это как проверено Я вам рассказываю Почему это происходит Почему именно В этой системе Средняя скорость света Постоянная Я пытаюсь Это дорассказать Это я понял Как это проверить Вот например Движутся навстречу Друг друга Две планеты Марс и Земля У них например Уменьшается расстояние Или движется К Земле Спутник Да Он движется К Земле Соответственно Скорость Прихода сигнала Будет 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 Меньше Чем если он Удаляется Я правильно понял А частота При этом Меняться не будет Я правильно понял Я продолжу Или меня Перекрепляют Вот на мой вопрос Вы можете ответить Вот Вот Земля Вот спутник Он движется К Земле Передает сигнал Сигнал придет Быстрее Чем Если он Уходит Назад Частота У него Меняется Или не меняется Эффект Доплера Существует Или не существует Все Все Поговорим Это отдельная тема Отдельная тема То есть Эффект Доплера Сейчас вы объясните Не можете Вы забалтываете Я не забалтываю Я вас прошу Как экспериментально Проверить То, что скорость Это Пошел Ажара С той системой Которой вы ее меряете Вот вам предлагают Спорт Спутник Перед к Земле Передает сигнал Мы начали Мы начали обсуждать Скорость света В какой системе Отчет она Постоянная Я вам говорю Сейчас я расскажу Физические основания Почему Именно Мы вам верим Вы теоретик Вы Мне не надо верить В журнале статьи Печатаете Интересно Кстати, да Кто рецензент Это Просто после лекции Постоянно Вот я вам предложил Ему тоже очень тяжело Я закончу Я расскажу Почему Заканчивайте Побыстрее только А то я уже сбился С вашего пути Да На него не вставай Хочу проверить Как проверить То, что скорость света Она В разных системах Разная Итого Вот есть представление Наивных ученых А так мило было Первая лекция прошла Там Башин сказал Да, на все потелите Сказал Да, берем квартиры Эх И пошло-поехало О том, что Тела По космосу Летают просто так Как им заблагорассудиваются И есть второе соображение Что тела По космосу Перемещаются В рамках силового равновесия Если взять Эту систему И проверить Просто на уровне модели А кто-то из ученых Говорит, что тела Движутся Как им заблагорассудиваются Или что, серьезно? Нет, они спорят Спорят Ой Есть такие Да Это кто же так говорил Что тела движутся Как хотят Все говорят Что тела движутся В силу того Какие на них силы действуют Уж вы что-то вешаете На науку И они поймут Ну что Скажите, пожалуйста Я говорю Мы будем обсуждать тему Как проверить Скорость света В разных системах Одинаковая или нет Можете это обсудить? Мы Это Другой разговор Другую тему А сейчас не хотите? Сейчас мы Я продолжаю рассказывать Вы хотели говорить Что скорость света Только в одной Последней Я думал Они поссорятся В системе постоянно В других она меняется Вы это подтверждаете? Да Я рассказываю Сейчас Секундочку Если, например К земле Движется Спутник И Передает сигнал Этот сигнал К нам идет Быстрее Чем скорость света Понимаете В чем дело? Нет Да или нет Просто ответьте Вы меня Этими своими Дрявыми капканами Не ловите? Дрявыми? Вот этим Своими Дрявую ложку Вопросами Как в хату Заходить Куда сядешь? Капкану Я просто хочу понять Он бы быстрее Движется Скорость Вот Сядьте Вы понимаете Сам собой Если вы хотите Беседовать со мной Давайте Я закончу Мысль предыдущую Так вы ее Когда закончите? Вам долго еще Ее заканчивать? Вы не хотите Беседовать Давайте закончим На сегодня Давайте закончим Хорошо Спасибо публике Ох Ох Рэйдж квит Слился Слился Ты сливаешься? Сливаешься? Шушь господа Кажется все